В лагере спорткомплекса «Шериф» для детей добавили еще одно развлечение. Их теперь учат играть в волейбол. Мастер-класс для детей проводил опытный тренер. В большом зале за волейбольными мячами бегают авокадики. Так необычно называется этот отряд в детском лагере спорткомплекса «Шериф». Дети в зеленых галстучках только пришли на тренировку. Сегодня в программе у них мастер-класс по волейболу. План от тренера на тренировку – 50 раз отбить мяч от пола и столько же от стены. Так у ребят отрабатывается техника подачи мяча. Некоторых футболистов пришлось переучивать на волейболистов, шутит тренер. Просто я привыкла к футболу и хочу пнуть его ногой, но нельзя это делать. Да, нельзя пить ногой. А что еще? Ну, бывает, могут попасть в голову там. Это страшно? Да, это страшно, конечно. Я этого стерегаюсь. Как думаете, станете профессиональными волейболистами к концу смены? Ну, думаем, что станем. Ну, да, потому что мы обучаемся и потом мы можем еще и тренироваться не только в лагере, но еще и на улице. Мяч подкидывает Катя. Она в волейболе, можно сказать, уже ас. До занятий в лагере занималась волейболом целых два месяца. Рядом с ней новички. Большинство ребят этим видом спорта никогда не занимались. Но и не прочь попробовать себя в чем-то новом. Хотелось бы попробовать такой вид спорта? Да. А видела, где так же, как играют в волейбол? А где? Ну, по телевизору я видела. На летних сборах дети часто находят свой вид спорта. Ведь выбор большой – теннис, волейбол, футбол или плавание. Программа лагеря как раз на это и направлена. За две недели дать ребенку попробовать себя во всем. Как и на любой физкультуре, в школе, в лагере есть скамейка отдыхающих. Волейбол волейболом, но если не нравится, детей играть не заставляют. Среди ребят есть те, кто предпочитают пинать мяч, только ногами. И волейбол им не по душе. Другие же хотят просто посидеть и не напрягаться. У третьих вообще свои, только им понятные игры. Признавайтесь, чего сидите? Мы не хотим. Я не хочу играть. Мы играем по своим правилам, и мы играем в другие игры. Какие, например? Ну, в зомби заражение – это когда человек убегает от зомби, который должен его заразить, и он тоже будет зомби. У детей в летнем лагере «Шериф» программа расписана на целый день. Для удобства родителей дети в лагере находятся до половины седьмого вечера. Так удобнее забирать свое чадо после работы. До конца лета осталось пару недель. Последняя смена в лагере стартует 19 августа. Набор на нее уже идет. Владлена Донковцева, Александр Чабан, ТСВ.